Музыкальные шкатулки Это человек, чей подвиг, наверное, сравнить больше ни с чим нельзя, поскольку он 33 года провел по тюрем лагерям за веру Христову без единого слова ропота. И вот он прославлен в лике святых, и мы приехали, чтобы познакомить жителей города Сочи с таким удивительным святым и пригласить, может быть, к нам в паломническую поездку, и также познакомить с нашим монастырем. Открылась сегодня выставка ярмарка по благословению епископа Сучинского и Туапсинского Германа, а работа началась с молебна. В целом на традиционной сочинской выставке православия представлены монастыри и храмы со всей страны. С собой они привезли иконы, храмовую утварь, книги, подарки к православным праздникам. Здесь же можно приобрести освященные продукты с Камчатки, Байкала, Алтая. Это грибы, ягоды и мед. Запланирована в рамках выставки ярмарки и деловая программа. Это будут ежедневные православные лектории на разные темы. Это будет специальная программа «Задай вопрос священнику», православные выступления творческих коллективов. В этом году на выставку приехало много монастырей и храмов. Это уникальная возможность прикоснуться к святыням, заказать требы, чтобы молились о здравии в самых разных уголках нашей страны, и не только нашей страны. Поэтому мы ждем своих гостей, вход свободный. Я стараюсь не пропускать и всегда сюда прийти. Сама живу в Чехии уже 27 лет, но вот родились снуки, купила им книжки. С православием будем, хотим крестить их. Выставка православия под покровом Богородицы проходит в Сочи в 21 раз. Продлится 6 дней по 27 октября. Место проведения также традиционное – гранд-отель «Жемчужина».